Приветствую всех! В эфире специальный медиапроект Большого Радио «Вопросы семейные». У микрофона Анна Будовская, за пультом звукорежиссёра Елена Игонина, а в гостях у нас сегодня Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области. Здравствуйте, Елена Михайловна! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, уважаемые слушатели! У нас вовсю идёт оздоровительная летняя кампания. Началась она в срок в этом году, как, впрочем, и предыдущие годы. Юные северяне отправились на юг, кто-то остался в родном Мурманске, в столице Заполярья, кто-то за пределы столицы Заполярья выбрался на отдых. В общем, ребятам, нашим школьникам, да и, впрочем, как и студентам, скучать не придётся. И сидеть без дела тоже не придётся. В общем, подходит к концу уже первая смена, и в скором времени старт будет дан второй. Давайте расскажем, в принципе, по системе, как организован летний отдых для детей в этом году. В этом году у нас сохранилась традиция организации летнего отдыха для детей и на территории региона. И, конечно, мы организуем выезд ребят за пределы нашей области, в тёплые края, на Черноморское побережье Краснодарского края. На территории региона у нас порядка 70 лагерей функционируют. Из них три – это стационарные лагеря, Гандвик, Зеленоборская санаторная школа-интернаты, лагерь Варзуга. Эти лагеря пользуются очень большой популярностью среди наших ребят. И у нас есть 67 лагерей дневного пребывания, которые располагаются во всех наших муниципалитетах. И там ребята как раз находятся в дневное время, где-то до трёх часов примерно дня, где-то позже заканчивают они свой день. Но, тем не менее, большое количество ребят ходят именно в эти лагеря. И у нас получается, что дети, ну, помимо этих лагерей, у нас есть ещё центры, где дети тоже находятся, ребята находятся по неделе или по две недели. Это у нас есть Центр гражданско-патриотического воспитания на Севере Жить, но о нём можно чуть подробнее рассказать. И в этом году у нас впервые организуются летние смены Центром военно-спортивной подготовки воин. Ну, тоже можно чуть подробнее рассказать, потому что новое дело для региона. А так, я думаю, лагеря дневного пребывания – это известная уже история. Ребята очень активно его посещают. Для них там, ну, во-первых, что родители больше всегда интересуют – питание. Если это до 14-30 дети находятся, то двухразовое питание. Если до 18 часов, то трёхразовое питание. Питание сбалансированное, соответствующее всем нормам. И стараются сезонные фрукты, овощи давать ребятам, витаминизировать. И, конечно, очень интересное времяпрепровождение и кино, и игры различные, и досуговые мероприятия на свежем воздухе, и спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, экскурсии. Всё, что может предложить система образования, регион, система дополнительного образования. Всё к услугам наших ребят. Надо сказать, что вот эти лагеря, которые организованы при школах для наших детей в Мурманске, в частности, это вообще такая палочка-выручалочка для родителей. Безусловно, мы все хотим выехать за пределы и провести отпуск к солнцу, к морю. Но понятно, что жизнь есть жизнь, и не у всех такая возможность каждый год, да, ежесезонно предоставляется просто в силу каких-то даже объективных обстоятельств. Но вот то, как сформирован отдых с пользой и с всесторонним развитием, как вы заметили, да, с отличным питанием, потому что я поинтересовалась, когда вот изучала, значит, эту тему. Поэтому надо сказать, что я вот не отказалась бы, честно говоря, от такого рациона. Да, стараются у нас коллеги, конечно. И с черешней, и с клубникой, и с блинчиками, и с пловом, и, в общем, очень разнообразное меню. Вот, правда, это достойно отдельной похвалы, я уверена, ну, и со стороны родителей, и уверена, и детям нравится. Потому что, конечно, ребёнок сытый – это довольный ребёнок, согласитесь. Спасибо большое, Анна, за тёплые слова, да, очень приятно слышать такие отзывы. Действительно, очень серьёзный контроль осуществляется за деятельностью этих лагерей, потому что, на самом деле, самое главное – это здоровье и безопасность детей. Поэтому, ну, с точки зрения вот базовых таких составляющих. Ну, а дальше, конечно, очень важно организовать их занятость, чтобы им не было скучно, чтобы они оторвались, наконец-то, от гаджетов, которые, ну, это такое общее такое у нас пожелание. Поэтому, конечно, по максимуму организуются такие активности, которые позволяют ребятам побыть вместе, пообщаться. Я ещё раз повторюсь, с какими-то интересными людьми встретиться, интересные места посмотреть в своём городе, в своём населённом пункте, где они живут, на природу выйти, посмотреть, увидеть что-то новое, в кино сходить все вместе и обсудить потом, потому что это важно. Одно дело – сам ты в наушнике и на телефоне смотришь, а другое дело – когда вы все вместе посмотрели что-то и потом обсуждаете, делитесь впечатлениями. Ну, это вот всегда очень важно и полезно. Опять же, да, какие-то значимые даты в истории нашей страны, в том числе и города Мурманск. Я знаю, что ребят специально организовывают в рамках, не так давно был День стойкости и мужества, мурманчан, и это были отдельные тематические беседы и программы. Конечно, обязательно. 22 июня – День скорби. Да, завтра обязательно, конечно. Будут все-таки планируются мероприятия, приуроченные к памятным датам совершенно правильно, потому что, на самом деле, важно и знать эти даты, и уметь правильно оценивать то, что происходило в истории, например, или что происходит сейчас. И важно помочь детям, ну, как-то вот почувствовать значимость этих событий для жизни нашей страны. Совершенно согласна с вами. Смена традиционно длится 21 день. 21 день, да. Это еще с советского времени нам эта цифра знакома. Это, в принципе, довольно продолжительный период, и, как вы сказали, разнообразная программа. Если говорить про то, как организован вот такой момент именно познавательно-развлекательной истории, кто в тесном сотрудничестве из, скажем так, партнеров, кто помогает принять у себя этих молодых наших ребят, школьников, ну и постарше? Да, вы знаете, уже не первый год наши учреждения дополнительного образования работают в круглогодичном режиме. То есть дети могут найти себе занятия по душе. Это все спортивные организации, которые предлагают разного рода активности. Наши организации культуры тоже к себе приглашают. То есть это библиотеки? Да, библиотеки, да, кинотеатры, музеи, ну все, что можно, да. Опять же, у нас областной театр «Кукол», драматический областной театр. Ну вот да, на данный момент сейчас, да, потом они, конечно, меньше активности у них. Да, сезон закрывается, да, но, тем не менее, они тоже предлагают какие-то варианты для того, чтобы дети их посетили. Но и потом все равно по максимуму стараются использовать все-таки какие-то занятия на свежем воздухе. Когда особенно располагает небесная канцелярия погоды, да, хорошая? Конечно, да. Не всегда везет, конечно, но, тем не менее, стараются как-то что-то организовать детьми на улицах. Потом у нас еще и подключаются промышленные партнеры, куда мы водим детей на экскурсии. Летом, конечно, может быть, как-то поменьше получается, но, тем не менее, это тоже важная задача для нашего региона, потому что все-таки ребята должны не только знать и ценить историю нашего края, любить природу нашу прекрасную, но и понимать тот потенциал, который в регионе заложен, да, вот что есть для того, чтобы региону расти и развиваться дальше. Поэтому мы и вот эти вещи тоже для ребят предлагаем, экскурсии на наши ключевые предприятия. Такие, чтобы они увидели, посмотрели, прониклись. Ну, это, в принципе, интересно, это очень познавательно. Может быть, кто-то уже даже вот в этом среднем звене где-то задумается о профориентации, не зная еще этого слова. Да, у нас тематические смены для ребят организуются, в том числе связанные, например, с российским движением детей и молодежи, движения первых, да, Орлята России, это для малышей, вот для начальной школы, тематические смены, которые там гражданские, ну, там связаны больше с гражданскими инициативами, с такими интересными коллективными делами, связаны с самоуправлением, с инициативностью самих ребят, школьников. Лидерские качества развиваются. Да, лидерские качества формируются, конечно. Вот, то есть вот это все не забывается для одаренных детей, там творческие смены, спортивные смены, научные смены. У нас самые разнообразные мы варианты предлагаем для ребят, потому что, ну, понимаем, что нужно, чтобы каждый ребенок почувствовал, что вот он где-то может себя найти и раскрыть. Это важно всегда. Да, и немаловажно, что совершенно подъемная цена у этих путевок, это, честно сказать, по нынешним меркам, это вообще символическая история. Да, Анна, смотри, я сразу скажу. Вы уже говорите про выезд. Мы пока говорили... Нет, я говорю сейчас про лагеря дневного пребывания. А на самом деле там у нас отдых на территории региона бесплатный для родителей. Для родителей? Да, для детей бесплатный. Нет, это отдых на территории региона, да. Но я имею в виду в данном случае про питание, вот эти вопросы закрыть. Вот стоимость, по крайней мере, по сменам, одной смены 1050 рублей. Да, какие-то вещи там компенсируются, но в целом вот в наших лагерях стационарного пребывания там это для родителей бесплатно. Да, мы сейчас перейдем, да, к этому моменту, да, чтобы четко понимать структуру. Вот лагеря, которые в Мурманске при школах, это вот та самая символическая сумма, про которую я сказала, 1050 рублей. Видимо, ну, с учетом того, сколько и как разнообразно строится вообще день и пребывание ребенка, это совершенно абсолютно символическая история. Далее, те лагеря, которые находятся у нас в Заполярье, три детских оздоровительных учреждения. Это лагерь Гандвик, Зеленоборская санаторная школа-интернат и лагерь Варзука, да, где дети как раз вот тот момент абсолютно бесплатно отдыхают. Большая популярность. Очень большая, востребованность большая, да. Мне кажется, что Гандвик, это, вы знаете, как такой северный артек, да? Ну, можно так сказать, потому что он очень, место красивое, где Гандвик располагается, интересно ребятам, конечно, да. Вот сейчас, понятно, сформировано, уже лето распределено, и так, в целом, чтобы понимать всю систему и логистику, куда обращаться по вопросам приобретения путевок, и кому положены вот те самые бесплатные путевки в детские лагеря. Смотрите, информация о начале летней оздоровительной кампании где-то в марте уже появляется. И путевки можно подать как через портал госуслуги, так и непосредственно обратившись в свой муниципалитет, в отдел образования в муниципальном округе. Это распределение путевок занимается муниципалитетом, то есть по месту жительства детей. Те путевки, которые вот в Гандвик и в Зеленоборскую школу-интернат, и в лагеря круглосуточного пребывания стационарные, они всем одинаково на бесплатной основе, то есть нет, кому положено, кому не положено. Вопрос в том, что действительно здесь очень высокая востребованность, и поэтому получается так, что не все успевают. Но вот сразу хочу сказать, что с этого года на самом деле есть у нас категории, которые имеют первоочередное право, и в первую очередь дети, детей, участников специальной военной операции. Вот, поэтому на самом деле здесь есть определенные преимущества у этой категории, мы понимаем в связи с чем, что мы должны в данном случае помочь ребятам из таких семей отдохнуть, организовать отдых. Да, дети из семей мобилизованных и членов-участников специальной военной операции. А в целом, если говорить про льготы на оплату путевки, вот здесь понятно, что есть нормативная база, да, она проработана. У нас есть семьи многодетные, у нас есть семьи, которые там находятся в сложной жизненной ситуации, да, и другого характера, скажем, льготы и помощь, вот эти меры поддержки. Как и где черпать информацию про вот эти дополнительные, дополнительную помощь для отправки детей в отпуск? У нас есть, я, может быть, уже сказала, сейчас как-то потерялась, есть такой портал Каникулы 51. Каникулы 51. Да, он уже несколько лет работает, можно на него выйти просто через интернет, можно выйти через сайт Министерства образования, достаточно много, ну, быстро он находится. Там есть информация обо всех лагерях, которые на территории региона, и которые за пределами регионов, которые распространяются путевки. Про систему путевок в выездные лагеря я чуть позже сейчас скажу, да, потому что там есть несколько таких моментов, которые надо учитывать. Но вот родители могут подавать, еще раз говорю, путевки как через портал Госуслуги, через Каникулы 51 тоже можно выйти на подачу путевок и обратившись в муниципалитет. Так получается, что есть, ну, есть возможность даже сейчас еще подать на определенные какие-то категории путевок заявление, потому что, ну, у нас есть все-таки часть путевок, где родители оплачивают стоимость, вот я сейчас скажу. Но это тоже, это не вся стоимость путевки. Да, это процентное соотношение. Да, то есть, вы смотрите, вы правильно сказали, что у нас дети, которые находятся в трудножизненной ситуации, они отдыхают бесплатно. Их вывозят, вот они сейчас у нас отдыхают в пансионате Медвежонок, в детском оздоровительном лагере Зорница, в юбилейном, в общем, они в разных лагерях у нас отдыхают, и мы их вывозим абсолютно за счет средств региона, то есть абсолютно бесплатно. Есть у нас такая интересная, значит, есть программа для детей, которые обучаются с 5 по 8 класс. Это федеральная программа «Дети Арктики». Она у нас уже третий год действует, участвует в этой программе. Это федеральная, еще раз повторю, программа. Участвуют в ней регионы, которые входят в арктическую зону Российской Федерации, в том числе и Мурманская область. И вот как раз этим ребятам, которые именно условия такое, они должны обучаться с 5 по 8 класс. Они едут абсолютно тоже бесплатно за счет федерального и регионального бюджетов. Там родители только оплачивают питание в пути следования, потому что организованные группы детей в обязательном порядке должны обеспечиваться питанием в пути следования. Вот питание оплачивают родители. Вот у нас в этом году более 2000 детей отдохнут по этой программе. На Черноморском побережье. И вот они, как раз пансионат медвежонок, про который я уже упоминала, тоже они там будут отдыхать. А вот как раз федеральная программа «Дети Арктики» – это ведь касаемо не только нашего Кольского Заполярья. У нас же арктическая зона достаточно большая в нашей России. Знаете, там регионы, которые полностью или частично входят в эту зону. Да, и сейчас на память я все не назову, но их большой перечень. Архангельская область получается, Якутия, там много. Ненецкие автономные округи. Эта программа именно рассчитана на детей, которые живут в таких сложных климатических условиях. Поэтому она и называется «Дети Арктики». Да, которые особенно трепетно относятся к теплым дням. Да, у нас вот за предыдущие два года порядка 4700 детей. 4700 детей из Мурманской области отдохнули вот по этой программе. Чтобы попасть в эту программу, помимо того, что ребенок должен быть с 5 по 8 класс в арктический регион, какие-то дополнительные еще нужны заслуги? Нет, заслуг никак. Это уже заслуга. Он живет у нас в нашем регионе, он относится к целевой категории. Вот здесь, конечно, мы понимаем, у родителей возникают иногда вопросы, а почему 4 класс, а почему не 9 класс? Ну вот эта программа именно для такой категории. Видимо, если есть возможность отправить этих детей, мы рады, что этих детей отправляем. Ну и 9 класс, наверное, там уже экзамены где-то, 4 еще маленький, а 5 по 8 класс идеально. Скажем так, для того же начального звена есть свои приоритетные направления и тоже программы, куда можно ребенка определить. Вот что касается отдельно такого вопроса, хотелось бы обсудить с вами, мы как раз затронули его в начале эфира. Это в рамках стратегического плана «На севере жить» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чебеса под магнетитами был открыт Центр патриотического воспитания детей и молодежи. На севере жить? На севере жить, да. В прошлом году, 5 июня, он открылся. Вот, очень такое важное направление, как гражданско-патриотическое воспитание в этом направлении, и оно совершенно по-другому последние годы зазвучало, понятно, да, объективные обстоятельства, в которых мы сейчас живем. Вот в рамках этого направления и на базе регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки «Воин» тоже есть лагерь? Ну, это не лагерь, это центр, там, да, там, это центр, который тоже функционирует и принимает ребят, и там организуют для них досуг летом, летние смены. То есть организованы досуговые мероприятия для наших подростков там, да? Да, для подростков. А как построено в этом Центре гражданско-патриотического воспитания на севере жить, вот вообще пребывание, чем они там занимаются, сколько длится смена? Да, вы знаете, на самом деле это очень хорошая инициатива, и действительно мы должны Андрею Владимировичу Чибису, нашему губернатору, сказать большое спасибо, что вот такая инициатива была реализована, потому что уже порядка трех тысяч детей отдохнуло у нас в Центре на севере жить. Ребята у нас со всей области туда едут, они неделю там находятся, и тоже вот у них, если начинать с бытовых условий, прекрасные бытовые условия, пятиразовые уже питания, им очень хорошие, удобные, комфортные корпуса, очень интересная программа, включающая не только, ну, во-первых, у них есть занятия, которые связаны, они изучают наш край со всех сторон, они изучают его с точки зрения истории, с точки зрения географии, природы, ездят на экскурсии, как минимум две экскурсии в каждую смену проводятся для ребят. Экскурсии на территории Кольского полуострова, да, они посещают ледокол Ленин, всегда интересно, они посещают наши промышленные предприятия, ездят, например, на предприятия, вот, партнеры наших образовательных организаций, которые сейчас очень активно сотрудничают, это и Антей, и Алкон, и Фосагра, и Кольская атомная станция, ну, очень много разных, Новотек, ну, можно долго перечислять, организуются вот такие экскурсии для того, чтобы ребята познакомились с экономическим потенциалом нашего региона. И интересные места посещают, разные там ферма с оленями, фабрика варенья есть такое у нас тоже небольшое предприятие. Ну, в общем, интересно очень, ребята проводят досуг, всегда очень положительные отзывы, причем там получается так, что в одну смену обычно заезжают ребята, как минимум из трех муниципалитетов, и они по 20 человек, они там между собой всегда общаются, новые друзья появляются, да, хотят очень еще раз вернуться, и вот сейчас тоже очень востребован этот центр на севере жить, и в течение летнего периода 12 смен еще запланировано. Вот, соответственно, уже сколько, три недели июня прошло, уже четвертое заканчивается, эти смены, они регулярно осуществляются. Поэтому записаться можно тоже в муниципалитетах, у нас есть в каждом муниципалитете ответственный за направление, есть график определенный, потому что сразу всех желающих мы не можем в этот центр направить. Вот, в соответствии с графиком, муниципалитеты отбирают ребят и их направляют. Это вот, собственно говоря, сам центр на севере жить. На этой же территории сейчас действуют и летние смены Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Вот сейчас открылась первая смена, она сейчас уже совершается, завтра будет закрытие этой смены. Это смены двухнедельные, две недели ребята там находятся. И эти смены для ребят уже таких более подготовленных физически, потому что постарше ребят в этих сменах, то есть если у нас в центре на севере жить от 8 до 17 лет, там могут быть, здесь ребята все-таки предпочтительно возраст от 14 до 17 лет. И у них такая важная задача этого центра – сформировать такой командный дух, такой вот активность у ребят, желание, то есть чувство любви к родине и патриотизм. И в то же время формирование навыков, которые нужны будут в таких сложных ситуациях, сложных ситуациях, когда требуется помощь, требуется взаимовыручка. Поэтому у них очень интересные узлы они вяжут, и с оружием также знакомятся, и преодолевают препятствия, и маскировочные какие-то приемы изучают, и тактическую медицину. В общем, очень много всего интересного за время смены они осваивают. И с БПЛА они знакомятся, с способом управления, с способом работы беспилотников. Вот, поэтому у них там четко все, то есть все-таки это центр военно-спортивной подготовки, поэтому требуется там и дисциплина, и слаженность, и умение, так скажем, где-то свое «я» подчинить интересам команды. Вот, также набор в эти смены, собственно говоря, сам центр «Воин» осуществляет, но и обратиться, и, так скажем, поехать в этот центр, да, можно с помощью ответственных муниципалитетов. То есть тоже можно в отдел образования в муниципалитете обратиться, и вам подскажут, куда, да, информацию, как обратиться, да, потому что в центр «Воин» вот здесь требуется справка о состоянии здоровья более серьезная, ну, потому что там есть определенные у них все-таки такие физические нагрузки. Вот, условия тоже комфортные для пребывания, также там питание организовано, все вот созданы условия для того, чтобы ребята себя как-то проявили, пообщались с инструкторами центра «Воин», которые профессиональные такие подготовленные инструкторы, они владеют очень хорошо материалом, они умеют, ну, и им интересно с ребятами общаться, и ребятам очень интересно в таких сменах. Вот сейчас первая смена заканчивается, скоро начнется уже вторая смена. Ну, она практически укомплектована, но все равно еще есть свободные места, и желающие, пожалуйста, обращайтесь. Можно, не знаю, удобно ли это будет, я могу и с телефона продиктовать. Конечно, конечно. Дело в том, что, да, тут надо, безусловно, оценить, так скажем, вот всю ситуацию в комплексе, мы вот и помогаем в этой истории разобраться, и учесть, что все-таки это организованность, это, да, такая летняя история, вроде как каникул, но в то же время и проверки себя самого. Конечно, да. Потому что все-таки, да, это и спортивная нагрузка, это режим, это слаженность и работа в команде, это работа с наставником, да, с воспитателем, инструктором. Вот здесь надо серьезно подойти к отправке туда. Это надо серьезно, но не отказываться от этого, потому что, вы знаете, на самом деле, действительно, для ребят такая проверка себя на прочность и приобретение новых, они же там лучше готовятся, они становятся более сильными, более уверенными, более быстрыми, ловкими, в общем, так, я телефон тогда говорю, да? Да, обязательно. Телефон Центровоин 8-921-665-59-31. Да, еще можно попасть на вторую смену, успеть кому-то, а также запись ведется еще на третью, на четвертую смену. Ну вот, замечательно. Прекрасный вариант, я считаю, совместить приятное и полезное в рамках и здорового образа жизни, и спортивной подготовки, и действительно интересных, новых для себя каких-то, да, открытий, навыков и умений. Это как раз вот эти два направления. Центр гражданского и патриотического воспитания на Севере «Жить» для школьников, и на базе этого центра отделение Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Да. Все верно, да? Да. Ну и возвращаемся к нашей летней кампании. Анна, можно еще один момент? Я уточню, что вот как раз прибывание детей в Центре «Воин» также абсолютно бесплатно для родителей. Вот это очень важно. Да. Очень важно и очень приятно. Надо сказать, что вообще в целом на вот оздоровительную кампанию для наших школьников выделяются очень существенные средства из бюджета. Да. И это такие значительные суммы. Я, честно говоря, находила такие разные по этому поводу, разную информацию. Но в целом, вот если мы говорим про безвозмездную, да, историю, это как раз наши заполярные оздоровительные учреждения, это выезд на Черное море, на Черноморское побережье, и это путевки в «Артек», в «Орленок», в «Смену». Да, я здесь уточню, да, «Артек», «Орленок» и «Смена», да, путевки бесплатные, но нужно за счет родителей доставляют детей до места Центра. То есть проезд. Проезд непосредственно. И вот безвозмездная история с «Воином» и с гражданско-патриотическим в Севере жить. Анна, я могу сказать, еще только уточню момент. Вот смотрите, мы говорили, что вы за пределы региона бесплатно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Да, это льготники. Да, то, что касается у нас детей Арктики, вот мы федеральную программу говорили, для детей инвалидов у нас тоже организуется за счет бюджета, родители оплачивают только дорогу и обратно до оздоровительной организации. И у нас еще есть возможность для родителей приобрести путевки за 25% от стоимости. То есть родители оплачивают у нас 25% стоимости путевки, дорогу, то есть проезд туда и обратно, и питание в пути следования. В общей сложности выходит где-то порядка 44 тысяч в среднем, там 43 500. Это смена. Это одна смена, да. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась примерно, сейчас я скажу, где-то на 700-800 рублей. Как удается удержать? Ведь всем известно, что инфляция очень значительна, и в целом вот, что и в школьных лагерях неизменная сумма осталась, я имею в виду, при муниципалитетах, которые организованы. И здесь посильная абсолютно история, я имею в виду, помимо тех бесплатных, льготных, которые выделяются для поддержки детей в семье. Ну, я думаю, здесь какое-то встречное движение есть, и поддержка государства значительная, и правительство региональное. Конечно, правительство Мурманской области тоже, по крайней мере, тоже со своей стороны очень много делал для того, чтобы вот как-то поддержать ребят наши, поддержать родителей, поддержать семьи, потому что все-таки для Мурманской области, для нашего региона всегда Да, это было важно, чтобы летом наши ребята оздоровились, отдохнули, накопили сил и с отличным настроением и энергией встретили новый учебный год. Мы уже в этом все заинтересованы очень. Но я так понимаю, что и перевозчики, и организаторы детских лагерей тоже со своей стороны, понимая ситуацию в оздоровлении, тоже как-то вот стараются. Если говорить о Черноморском побережье, то здесь у нас какие лагеря открывают двери для наших школьников за пределами Мурманской области? Вот несколько лагерей могу назвать, таких самых крупных. У нас лагерь юбилейный, медвежонок, зорница, вот эти лагеря. И у нас санаторий звездочка, это для ребят, для детей с инвалидностью. Это специальное учреждение, куда ребята как раз инвалиды. А вот что касаемо промышленных предприятий региона, которые тоже направляют и помогают отправить детей своих работников на отдых за пределы региона. Это делается, собственно, с помощью непосредственно самих предприятий, самих организаций. И для школьников выделены путевки в Артек. Да, для детей сотрудников, Артек, Орленок и Смена, это на уровне региона у нас выделяется 70 путевок в эти три, на лето три лагеря. А то, что касается предприятий, они действительно, есть у нас социально ответственный бизнес, социально ответственные предприятия, которые для детей своих сотрудников закупают путевки, отправляют их в летние здоровительные лагеря. Ну вот так вот складывается система. Система, в принципе, такая, она, да, многоступенчатая. То есть можно и в столице Заполярье найти себе возможность и отдохнуть с пользой, и самому принести пользу. Вот. И за пределами города Мурманска, и также за пределами Мурманской области. Соответственно, обращаемся на каникулы 51 или через госуслуги по вопросам приобретения путевок. Бесплатные путевки в детские лагеря и льготные путевки, которые положены. Также информация на каникулах 51 тоже предоставлена. Да, ну я могу уточнить еще, что вот, например, для детей участников СВО, еще раз повторю, первоочередное право, плюс дети тех погибших военнослужащих, они имеют право на бесплатную путевку. Да, поэтому вот это тоже дополнение к тому, что уже сказано. Соответственно, дети находящиеся в трудной жизненной ситуации, но здесь уже родители знают обычно, какие документы нужно получить. Вот, ну, вот здесь как раз это те льготные категории, которые дети-инвалиды, они получают путевок, которым положена поддержка. Да, более подробную информацию можно всегда уточнить и на портале каникулы 51, и еще раз хочу сказать, что у нас работает горячая линия. На сайте нашего министерства телефон горячей линии размещен. Есть горячие линии муниципалитетов по вопросам детского отдыха. И все вопросы, которые у родителей возникают по поводу отдыха их детей, можно задать по этим телефонам. Там сидят совершенно компетентные, очень профессиональные специалисты, которые ответят на любой вопрос. Хочу затронуть, Елена Михайловна, хочу затронуть с вами такой вопрос, вопрос безопасности. Дело в том, что всегда, когда отправляешь свое чадо, так сказать, на отдых, будь то в регионе или тем более далее куда-то за пределы, конечно, вопросы безопасности — это особое внимание. И абсолютно правильно им должно уделяться особое внимание, особый контроль. Расскажите подробнее, как это все организовано, чтобы, ну, как минимум тревожным родителям стало менее тревожно по этому поводу. Да, конечно, я уже тоже говорила об этом, что вопросы здоровья и безопасности детей, они во главу угла всегда ставятся. Поэтому уже в преддверии летней оздоровительной кампании очень много проводится вот таких именно мероприятий для того, чтобы обеспечить в том числе безопасность по пути следования детей к месту проведения отдыха и обратно. И вот у нас, когда составы формируются, обязательно детей сопровождают сотрудники полиции. То есть в каждом поезде, в каждом составе они есть. Это прямо физически, не кнопки тревожные, это физические лица, да, люди, которые присутствуют, они регулярно обходят вагоны и, соответственно, обеспечивают этот порядок в пути следования. Кроме того, все лагеря, куда мы отправляем детей, они включены в реестр летних оздоровительных организаций, и они имеют все соответствующие заключения и допуски, которые показывают о том, что они готовы к приему детей, в том числе с точки зрения безопасности и ограждения по периметру, и охрана, да, и все вот мероприятия, которые необходимы для того, чтобы обезопасить детей, в первую очередь от допуска там на территорию посторонних лиц, да, от того, чтобы какие-то там чрезвычайные ситуации, не дай бог, не случились, все это совершенно четко контролируется. Все понимают, что это очень важный ответственный момент, поэтому, еще раз говорю, и в преддверии летней оздоровительной кампании, и в ее процессе этому вопросу уделяется очень серьезное внимание. Точно так же и дневные наши лагеря. Тревожные родители могут прийти посмотреть, как у нас отъезжают. Вот сегодня у нас отъезжает вторая смена на отдых, ребята уезжают, вот можно прийти посмотреть. Проконтролировать. Да, какое количество, там вы увидите достаточно большое количество сотрудников полиции, полиции на транспорте, которые как раз вот следят за порядком и обеспечивают безопасность наших детей. Ну и потом, это же уже многолетний опыт. Конечно. Это уже отработанная история. Конечно, 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 это не сегодня сделано, то есть мы всегда, все службы в этом плане четко взаимодействуют друг с другом, всегда все вот очень четко и грамотно организовано, и всегда заранее все это проговаривается. Поэтому, конечно, никогда не бывает такого, что это спонтанное какое-то решение. Конечно, всегда все организовано. И это же внимание уделяется и питанию, безусловно, как в выездном формате, так и где на стационаре, да, есть лагеря в области, в городе. Да, обязательно все требования Роспотребнадзора соблюдаются, все санитарные требования и к качеству пищи, и к способу приготовления, и к доставке, все контролируется и проверяется. И, кроме того, если говорим уже про здоровье, то и медицинские работники у нас, каждый состав сопровождают обязательно медицинские работники, и они достаточно активно участвуют в контроле состояния здоровья детей в пути следования и обратно. Вот, конечно, вот здесь хотелось бы тоже к родителям обратиться, которые отправляют детей на отдых. Уважаемые родители, повнимательнее отнеситесь, пожалуйста, к состоянию здоровья своих детей. То есть, если какие-то есть проблемы, о которых нужно медиков предупредить, пожалуйста, предупреждайте, потому что есть... Какие-то особенности, да, какие-то особенности, какие-то, может быть, ребенку лекарства курс закончить надо пропить или еще что-то, обязательно про это нужно говорить. Да, ну а так, в принципе, если мы вот говорим про какие-то специализированные лагеря, такие как вот воин, да, то здесь и должны быть справки непосредственно уже заверенные. Да, ну нужно просто здесь понимать, что детям предстоят серьезные, ну такие, скажем, серьезные физические нагрузки более, чем в обычной жизни они привыкли. Поэтому, конечно, если ребенок не совсем к этому готов, может быть, конечно, он хочет испытать себя, но могут у него быть трудности. Поэтому надо как-то его в этом плане подготовить и с точки зрения здоровья уточнить, нет ли противопоказаний. Ну и еще я полагаю, что вот педагоги, инструктора, да, наставники, это же и педагогическая история, и психологическая составляющая, да, это вот такой комплекс вот этого искусства работы с детьми. Да, и знаете, ведь на самом деле вот в лагерях и в центрах наших всегда планируются такие мероприятия, которые позволяют ребенку не просто раскрыть свои таланты, а как-то, ну и душу свою, да, раскрыть, как-то вот расслабиться, может быть, по-другому как-то на мир посмотреть, да, вот тоже. Ну, это такие встречи, какие-то разговоры по душам, ну, это все вот та самая составляющая летней лагерной жизни, которая многим помнится. Которая потом помнится всю жизнь, да, да, многие вспоминают с детства своего там советского и постсоветского. Я думаю, что вот наши ребята эту жизнь, вот они попробуют, это, как всегда, очень интересно, и, конечно, воспоминания действительно останутся потом. Вот то, что, вы говорите, психологическая составляющая, она как раз здесь и проявляется. Да, психоэмоциональная. Ну, конечно, да, вожатые хорошие, подготовленные, когда воспитатели, инструкторы, они как раз на работу с ребятами и в этом плане тоже ориентированы. И социализация, и возможность найти новых друзей, узнать много нового, расширить круг знакомых. Да, и побывать на свежем воздухе, на природе, ну, это вообще там целый комплекс вещей, про которых вот просто можно очень долго рассказывать, и которые хотелось бы, чтобы ребята в полной мере вот взяли все возможное от этого летнего отдыха. Да, тем более, что лето, и, знаете, приятно осознавать, что лето, еще два месяца лета, даже больше, два с лишним месяца лета впереди. И только первая смена закончилась, и поэтому есть еще вакантные места и у нас в регионе, да, пожалуйста, звоните. Я хочу в завершении нашего эфира напомнить телефон плюс семь девятьсот двадцать один шестьсот шестьдесят пять пятьдесят девять тридцать один. Это как раз телефон отделения Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Правильно? Да, правильно. Вот здесь есть еще вторая смена, и третья, и четвертая впереди. Это под магнетитами, очень интересный такой центр, открыт у нас в рамках нашего стратегического плана «На севере жить». И вот такой опыт, мне кажется, отдельно, да, особняком так немножко стоит, но крайне важный по линии гражданско-патриотического воспитания. Да. Ну и в целом, да, мы сегодня попытались с вами, да, так, разобрать всю систему поддержки наших ребят, наших школьников, семей с детьми в рамках летней оздоровительной кампании. Много действительно, много делается, и поддержка эта очень существенно и значима, как финансовая, так и в целом вообще, в принципе, все это дело организовать и, так скажем, чтобы все прошло без каких-либо, да, сложностей. Спасибо вам за эфир. Я надеюсь, что вторая, третья и последующие смены пройдут не менее интересно и классно, и наши ребята вернутся. Полный стил, здоровья, новых впечатлений. А о будущем учебном сезоне мы подумаем чуть позже. Да, спасибо, Анна, за эфир, уважаемые слушатели, большое спасибо за внимание. Ждем детей всех наших ребят в наших центрах и лагерях оздоровительных.